Радостные лица, подарки и поздравления. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина вручают молодым жителям Самары ключи в новую жизнь. Белинский Игорь! Встречаем всех аплодисментами! С 15 лет Игорь воспитывал дедушка. Новоселами стали 14 девушек и юношей. Некоторые из них в детстве остались сиротами, у других родителей лишили прав. Кто-то жил в приюте, кто-то в приемных семьях или у опекунов. Но теперь эти молодые люди обрели собственный дом. Друзья мои, вы теперь полноправные хозяева своего жилья. Пусть поселится в этом доме счастье, радость, радость побед, достижение добрых человеческих отношений, любви и добра. Я от всей души вас поздравляю еще раз с Новосельем. Молодые самарцы получили жилье в новостройках на 18-м километре Московского шоссе. Рядом есть магазины, торговые центры, школа, детский сад и поликлиника. В числе новоселов Ксения Ведяпина. Сейчас она учится на четвертом курсе Самарского государственного технического университета. Занимается техносферной безопасностью. С 11 лет Ксения жила с бабушкой и дедушкой, а теперь будет обустраивать собственную квартиру. Здесь уже сделан чистовой ремонт, установлены все приборы учета и сантехника. Я пока в шоке, очень так удивлена и радостно, безумно радостно, что это моя собственная квартира, полноценная. Все-таки 39 квадратных метров практически с минимальными удобствами. Поэтому я очень рада, очень благодарна. Транспортная развязка удобная, потому что здесь, если, допустим, имеется свой транспорт, можно на Кольцо выехать и на Московское шоссе, и на Волжское шоссе. Меня устраивает транспортная развязка. Я сегодня добиралась из института сюда на автобусе, в принципе, проблем никаких не составила. В этом году на жилье детям-сиротам из областного бюджета выделено более миллиарда 300 миллионов рублей, свыше 116,5 миллионов из бюджета города. В случае, если у ребенка менее учетной нормы, либо нет вообще жилья, мы такого ребенка в 14 лет вставим на очередь. И когда исполняется 18 лет, у них уже возникает право предоставления жилья. Конечно, на сегодняшний момент не все в 18 лет могут получить это жилье, но в Самаре действует норма. Это предоставление ежемесячно денежной выплаты на наем жилого помещения до того момента, пока ребенку не будет предоставлено жилое помещение. За четыре года в Самарской области новое жилье получили 2706 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году квартиры получат 867 человек. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.